Всем привет. С вами киноведы в штатском. Я буквально недавно ходил по интернету этому вашему, а конкретно по ютубу. Тыкал всякое. И тут на меня обрушился какой-то ролик. Там, я смотрю, люди бегают, одетые в одежды, да вроде как 17 века. Я, знаете, не приглядывался. Почему? Потому, что эти короткие ролики с нарезками каких-то кадров я, как правило, не смотрю или смотрю предельно невнимательно. Но тут глаз зацепился. Бывает такое. Увидишь какое-то пятно знакомое, которое лично тебе представляет интерес. И сразу раз. И внимание-то сконцентрировалось. Вот у меня сконцентрировалось. Я такой, так-так-так. Знакомые костюмы. Явно речь про 17 век. Я в ролик-то вкогтился. Совершенно случайно это оказался не ролик, а тизер. Тизер сериала. Отблески Этерны, который должен выйти в 2021 году. Отблески Этерны, это вообще-то по книжке писательницы Веры Камши. Или Камши. Я до сих пор не знаю, как правильно ее зовут. Каюсь моя кульпа. Мой грех. Но я сейчас не про книжку. Я, честно скажу, книжку не читал. Только слышал. В этом смысле сеттингом знаком поверхностно, но его главные характеристические черты знаю. Так вот. Меня очень сильно во всем этом деле подкупило вот что. Потому что сериал этот, как и книжка, это фэнтези, строго говоря. Фэнтези вообще-то я не сильно жалую. Но это фэнтези мир, который помещен в какие-то очень сильно представимые рамки. Там все выдержано в стилистике конца 16-17 веков. И я с удивлением обнаружил, что, во-первых, сериал не поддерживает фонд кино. Сериал не поддерживает Первый канал. Сериал не поддерживает вообще ВГТРК. Там нет ни Константина Львовича, Эрнста, ни каких-то других знаменитых фамилий. И среди актеров нет Данила Козловского. Я подумал, черт возьми, неужели парни сейчас сами будут что-то делать. И я стал смотреть тизер. И тизер, мне на удивление, я очень-очень редко такой термин употребляю. Понравился. Представляете, я очень-очень-очень редко испытываю подобные эмоции от отечественных тизеров. Мне тизер понравился. Потому что ребята, совершенно честно, те, кто собирает снимать сериал, совершенно честно говорят, у нас тут вообще-то фэнтези. У нас тут не привязка к битве при Рокруа или, например, Касаде Смоленска во время смутного времени, во время войны с поляками. У нас тут нет Ивана Грозного, дайте нам денег, потому что мы за патриотизм. Нет, это чистой воды фэнтези. Причем, судя по тому, что я увидел, фэнтези сделанное со вкусом. То есть, даже если в тизер смогли столько своего вкуса привнести, то, по крайней мере, в смысле внешнего вида это уже очень неплохо, что по нынешним временам большое достижение. Что я там увидел? Во-первых, все одеты в костюмы, которые являются очень неплохими стилистическими репликами вообще конца 16-17 веков. Причем, так как мир-то фэнтези, там нету какой-то очень четкой привязки, что вот, значит, это у нас середина 17 века, а вот почему-то парень в одежде конца 16 века, так между ними лет 70. Что вы себе позволяете? Это фэнтези, значит, взятки гладкие. Но и тот парень, условный парень, который будет одет в костюм конца 16 века, и тот парень, который будет одет в костюм середины 17 века, будут одеты в приличные костюмы. Они, если будут измазаны говном, так только потому, что у вас только что рядом взорвалась бомба из мортира. И вот, пожалуйста, из поля боя вырвали 150 литров грязи и прямо обдали этого человека. Но было бы странно, чтобы он остался чистым, как Арнольд Шварценеггер в фильме «Последний герой боевика». Помните, когда он там в яму с мазутом упал, вылез весь такой некрасивый, говорит, салфетка есть? Следующий кадр – сияющий Шварц. Вот такого не бывает, как мы понимаем, и такого в сериале нет. Если это представители знатии аристократии воинского сословия, так он выглядит, как представитель знатии аристократии воинского сословия. То есть, это человек, за которым стоит некий экономический базис. Каковой экономический базис в виде слуг, мастеров, оружейников и прочего обеспечивает как минимум его достойный внешний вид. Стоячий воротничок по шее сделан. Для меня это было очень удивительно, потому что в отечественных исторических сериалах и фильмах почему-то этот воротничок – это беда. Это, знаете, как кожаные гомосековские наручи в фильмах про Древний Рим. Обязательно вот голые руки должны быть вот такими наручами. Так вот, воротничок в наших фильмах отечественных должен отстоять от шеи так, что два пальца можно вставить. Это же бред. Воротничок должен быть красиво оформлен по шее. Костюм должен быть посажен по фигуре. И не просто посажен по фигуре, а должно быть понятно, что в этом костюме человек, ну, знаете, хотя бы месяцок он в нем прожил. Он в нем ходит, он ему нравится этот костюм, он его одевает на себя. А значит, будут видны следы носки. И видно будет то, что вся эта одежка, она по человеку обмялась. И вы представляете, в тизере вот эти самые моменты очень хорошо отражены. То есть, подошли к вопросу серьезно. Далее. Я, знаете, с 2000, кажется. Да, с 2002 года так или иначе сотрудничаю с киноиндустрией отечественной. Поэтому так вышло. Я очень неплохо представляю себе, что исторического лежит в костюмерке Ленфильма и в костюмерке Мосфильма. И когда в фильм попадает очередной раз камзол Иннокентия Смоктуновского из фильма Гамлет, я говорю, господи, дайте отдохнуть ветерану. Ну, сколько можно этот камзол снимать? Кстати, вот буквально недавно его снимали в помойном сериале Стена. Там есть опять тот самый несчастный камзол. Так вот, в этом тизере нет ни одного, по крайней мере, из первого плана, то, что сильно бросается в глаза, ни одного артефакта из костюмерной Ленфильма или из костюмерного цеха Мосфильма. Так вот, все эти костюмы были пошиты, заказаны, арендованы. Уж не знаю, какими конкретно путями их добывали. Специально для тизера. И, видимо, по крайней мере, часть этого реквизита и костюма перекочует в сериал. Заявка уже неплохая. Доспехи. Доспехи я очень люблю. Доспехи... Знаете, доспехи там хороши. Вот насколько там хороши костюмы, вот доспехи лучше. Потому, что, во-первых, если едет риэтар на лошадке, то это видно, что это риэтар. То есть, я, конечно, понимаю, что если бы вдруг мне сказали, что это, допустим, 1640 год, я бы сразу нашел там 15 ошибок. Но это не 1640 год. Это вполне конкретное фэнтези в стиле 17 века. А тут все отлично. Вот потому, что выглядит доспех как доспех. Вы понимаете? Это, опять же, теперь огромная редкость. Потому, что, когда смотрим изуродованный... Беньюфом и Вайсом сериал «Игра престолов», во что там наряжены люди? Например, эти несчастные кастрированные безупречные. Какие-то тужурки из кожи молодого дерьмантина. Спрашивается, а это вообще точно доспех? Почему вот это выглядит как тужурка из кожи молодого дерьмантина, а не как доспех? Когда гвардейцы королевской гвардии ходят... Ну, это называется, видимо, кераса у них. Это такая труба, разрезанная по бокам и сверху, с дырками для головы, для рук, куда вставлены люди. Но в них не двигаться невозможно. Выглядит это просто омерзительно. А тут доспех выглядит как доспех. У нее кераса со всеми характерными особенностями керасы. Причем, кераса 17 века рассчитана на отражение пулевого попадания. У нее есть такой волнолом спереди. Мощное медиальное ребро. Сюда должна попасть пуля и отрикошетить. Как от наклонного листа брони танка Т-34 или родственных ему. Или пантера. Неважно. Кераса надета поверх горжета. Горжету пристегнуты вполне нормальные наплечники. Наручи, долокотники. Перчатки на голове. Шлем Штурмхауп. Он же Бургиньот. И приседле два пистолета. То есть, это рейтар. Я когда вижу его, я верю. Допускай он хоть 30 раз будет в фэнтези. Я очень давно не видел... Вот у меня глаз не отдыхал. Понимаете? Чтобы не нужно было плакать кровавыми слезами, а отдыхать глазом. Чтобы... Если это рейтар, я знаю, кто это. Не нужно специально писать такую подпись белыми буквами на фоне белой скатерти. Это рейтар. И чтобы еще заунывный закадровый голос. Нет, я просто посмотрю и вижу. Рейтар. Если человек не разбирается, он совсем не разбирается в темпе, он просто увидит красивого мужика в форме на лошади. Это прекрасно. Точно так же у нас выглядит пехота. Точно так же выглядят главные герои. Ну, по крайней мере, герои первого плана, которые одеты так или иначе в защитное снаряжение. Да, там, например, у одного из главных героев очень странная чеканка в виде бегущих по террасе лошадей. Но она странная с точки зрения чего? Если бы имелся в виду гарнитур, изготовленный в мастерской Помпео де ля Кьеза. Но, однако, в мире отблесков Этерны Помпео де ля Кьеза не жил. Его там не было. Там какой-то был свой де ля Кьеза и свой Помпео, которые вот почему-то в этом мире так делают. С лошадями. Но при этом нормальная кераса, в которую веришь, она способна защитить. Она в силу своей функциональности, как любое оружие, в том числе и защитное снаряжение, выглядит красиво. У нее есть своя эстетика. При этом смотришь некое подразделение. Прям красивые пикинеры. Все тоже в керасах, в шлемах. Прям одеты в полосатые тужурки. Видно, что это одно подразделение. Оно выделяется на поле боя и, естественно, в кадре. По поводу боя. Начинается тизер вообще со сражения. Сражение... Ну, как сражение? Стычки. Вот так, наверное, правильнее будет сказать. Стычки. Стычка небольшая. Это, опять же, не битва при Нёрдлинге или Брейтенфельде, где от горизонта до горизонта марширующая колонна. Нет, конечно. Ну, так это и в книжке была, насколько я понимаю, небольшая стычка. То есть, 300 человек с одной стороны, 350 с другой. В общем, такой масштаб. Где-то чуть меньше батальона с любой стороны. И там присутствует пехота, которая ходит, во-первых, с пиками. Про пики отдельно скажем. Аркебузами и мушкетами. Кстати, аркебузы и мушкеты, на удивление, очень сильно подозрительно напоминают аркебузы и мушкеты. Есть конница, которая делает то, что ей положено делать. То есть, скачет в атаку и рубит всех капусту. Есть артиллерия. Вот, пожалуйста. Да, конечно, маленькая стычка. Да, ограничена. Но представлены все рода войск, которые вроде бы заняты делом. Опять же, тут нужно посмотреть на эту самую стычку в растянутом хронометраже. Потому, что начинается все с того, что стоят люди с пиками, а другие под прикрытием пикинеров производят залп из мушкетов или аркебуз. Это как раз классика 17 века. Сочетание на поле боя. С одной стороны, пехотной терцией. И по бокам у нее в обязательном порядке должны быть прикрывающие ее огнестрельщики. Длинная рука армии. Потом все, конечно, превращается в некую довольно суматошную беготню. Но, опять же, это же не настоящее сражение, где есть именно настоящая терция. Именно настоящий мангос мушкетеров. То есть, рукава мушкетеров. Нет. Это мало людей. Поэтому им очень сложно выдерживать строй. Поэтому все закономерно, возможно, превратится в некую кашу малу. Которая, опять же, не выглядит ужасно. Просто почему? Да потому, что то, с чего я начал. Одеты люди с любовью. Прилично. И без оглядки на какие-то абсолютно странные представления современных художников по костюму. Как должен выглядеть человек в древности. Неважно, в 17 веке, в 13 или в 10. Нет. Тут есть вполне конкретные опорные данные. Эти конкретные опорные данные находятся в 17 веке. Поэтому все основные персонажи, да и не основные тоже, выглядят так, как будто они к нам пришли из 17 века. Просто какой-то чуть-чуть другой реальности. Чуть-чуть другой планеты, может быть. Короче говоря, чего-то, что развивалось с нами ноздря в ноздрю, одинаково. Под воздействием одинаковых общественно-экономических критериев. Это здорово. Пики. Вот пики. Это прямо одно из моих любимых предметов. Во-первых, я очень люблю пику. Потому, что я люблю использовать ее пику. Я умею хорошо. С другой стороны, в кино вообще пики показывают очень-очень редко. А если показывают, то как-то странно. Потому, что последний раз нормальные, почти нормальные пики показали в фильме «Капитан», наш дорогой Алатристе. Вот там в начале битвы при Рокруа как раз-то знаменитая атака испанской Терции, которые нападают на французов. И вот там люди показаны, да, с пиками. Вот, пожалуй, следующее, когда я видел нормальных пикинеров, это тизер к сериалу отблески Этерны. Пики, во-первых, длинные, хорошие. То есть, они в два человеческих роста железно совершенно. Может быть, даже немножко больше. У них очень узнаваемые, вменяемые, нормальные наконечники металлические. Единственное, что, конечно, мне не понравилось, то, что они не круглые. Пики, просто сведенные в шестигранник или в восьмигранник. Я не очень осознал. Я понимаю, откуда они происходят. Это одного из клубов реконструкции. Подозреваю, клуба Берн. Носковского отделения. Это пики. Взяли их, так и хорошо. Потому, что лучше такие пики, чем никаких. Тем более, опять же, это тизер. К нему претензии должны быть несколько иного калибра, чем к полноценному произведению. Обозначено. Неплохо. Мне очень понравилось. Есть. Зачем следить и над чем парням работать. Теперь нужно немножко поругаться. Потому, что я рассыпался в восторгах. Естественно, есть некая вот примерно вот такого размера ложка дегтя во всем этом великолепии. Да. Местами, прямо скажем, не вполне костюм-то выдержанный. Я не говорю про историю. Я про функциональность. Вот посмотрите. Ставят пехотинцы. Это пехота. В полном смысле слова пехота. Которая имеет своей функцией марш, совершение маневра и боевого контакта в пешем строю. Ну, и, пожалуйста, тут же раз. И тут же стоит мужик в кавалерийских сапогах с кожаными подкладками под шпоры. А зачем пехотинцу? Мне интересно, кожаные подкладки под шпоры. Вообще, зачем ему сапоги? Но сапоги тяжелые. У них очень трудно заниматься чем? Маршировкой. Если мы имеем в виду 17 век, так пехота всегда ходила в ботинках. Более того, пехота ходила в ботинках вплоть до середины 20 века. До тех пор, пока они изобрели кирзу. Почему? Да потому, что сапог большой. На него уходит много кожи. А значит, он очень дорогой. Ну, а пехота... Это всегда люди не самого большого достатка. Зачастую обеспечиваемые с некоего склада. Обеспечивать вот все это быдло чем? Сапогами? Да вы в своем уме. Это же дорого. Зачем? Тем более, повторюсь, в ботинках маршировать удобнее. Они легче. Вот такой недостаточек. Важный, на мой взгляд, недостаток. Особенность. И, видимо, особенность не будущего сериала, а конкретно тизера. При великолепно красивых шпагах. Такие эти испанские вердуго. Очень здорово прям сделанные. Уж не знаю, кто их делал. Выглядит классно. А вот фехтование этими шпагами... Ну, оно да. Оно. Фехтование. И такими огромными буквами. Сценическое. То есть, даже имитации боя там не видно вообще. Я уже не говорю имитации боя в стиле 17 века. Там даже имитации боя не видно. Это просто балет на льду, песке, грязи, что там в траве, что положено. С металлическими предметами, напоминающими холодное оружие, в руках. Все. Не более того. То есть, этот балет вообще, на мой взгляд, кинопроизведение современного хорошего уровня. Лучше бы, конечно, не показывать. Лучше бы оно выглядело немножко по-другому. Все эти красивости к чертовой матери не нужны. Парни, если вы посмотрите мой обзор, совет. Ориентируйтесь на фильм Роб Рои. Вот, конечно, видимо, так фехтование поставить сейчас не только у вас, а во всем мире ни у кого не получится. Ну, хотя бы приблизьтесь. Потому, что это боевое фехтование, которое выглядит как боевое фехтование, а не как... Я попаду в конце посылки, я накладу на дне бутылки. Ну, зачем это нужно? Эта сценика хороша для одного места. Ответственно вам заявляю. Для театрального подмостка, который диктует свои законы. Потому, что фехтовальщик на театральном подмостке должен действовать размашисто, растянуто, плавно, медленно и максимально показательно. Чтобы все, даже те, кто моргает и сморкается на галерке, его рассмотрели. И всем стало понятно драматургия поединка. Кино – это немножко не театральный подмосток. Кино – это искусство трехмерного. У вас много камер вокруг. Вы можете все что угодно показать или, наоборот, не показать элементарно техническими решениями своей аппаратуры. Поэтому можно показывать нормальное, хорошее боевое фехтование. Тем более, если уж вы так твердо оперлись на стилистику 17 века, уж слава богу, фехтование 17 века мы немного разбираемся. Есть потому, что масса исторических источников и огромное количество наработок. Я лично не знаю, как вы, но я, посмотрев тизер, буду следить за развитием событий. И мне это даже очень нравится. Знаете почему? Потому, что я, во-первых, могу увидеть, как сериал рождается, а не получить готовый продукт в виде какого-нибудь ведьмака. Я могу проследить за развитием работы и, в конце концов, увидеть рождение готового полотна. Возможно, церны. С вами были Киноведы Штатском. На сегодня все. Всем пока.